Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугенформ» в студии Виктория Сащенко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Технопарк готов к сотрудничеству. Новые разработки и услуги бизнес-сообществу от закрытого акционерного общества «Брестский научно-технический парк». Он и столер, он и маляр, плотник и электрик, хаус-мастер. Работники городских жесов, мастера на все руки, готовые всегда прийти на помощь. Информация к размышлению или все о приватизации. Указ президента номер 563 о некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений, определил срок окончания приватизации жилья в Беларуси. Время пик – 1 июля 2016 года. Настоящий учитель, маэстро с большой буквы, человек, который счастлив, открывая таланты в детях, приносящие плоды людям. Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, директор 1-й детской музыкальной школы города Бреста Александр Солоненко раскрывает секреты профессионального мастерства. Об этих и других событиях прямо сейчас. Начну с вопроса. Вы когда-нибудь видели дом, где живут инновации? Если нет, то совсем скоро такая возможность может представиться. В первом полугодии 2016 года состоится церемония открытия нового здания Брестского научно-технологического парка. Технопарк был создан в 2011 году. Тогда же и получил в свое распоряжение восьмиэтажный корпус Брестского электромеханического завода по улице Пионерской. И вот первая очередь его реконструкции подходит к своему завершению. За ходом модернизации понаблюдала наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Стропко. Жители областного центра, маршрут передвижения которых проходит по Пионерской, наверняка обратили внимание на то, как преображается одно из самых высоких зданий улицы. Здесь постепенно приобретает свое узнаваемое лицо научно-технологический парк. Масштабная реконструкция идет уже не один год и еще на несколько лет рассчитана в перспективе. Ее результатом должен стать дом, где смогут комфортно жить и развиваться инновации. Технопарк – это то место, где формируются идеи, инновации, и они потом воплощаются в жизни, в виде уже коммерциализируется, и в промышленный оборот входят новые какие-то продукты, работы, либо услуги. По словам директора Брестского научно-технологического парка Андрея Сытько, реконструкция здания еще в самом разгаре. Все работы по созданию места постоянной прописки технопарка разделены на три этапа. В первом полугодии 2016-го планируется официальное открытие административно-бытового корпуса. Но заселение готовых площадей началось в феврале текущего года. На новую площадку переехала администрация в процессе переселения и резиденты. В числе последних предприятия – энергетические резервы. Организация занимается разработкой, проектированием, производством и монтажом оборудования в сфере промышленной безопасности. В планах у компании – расширение штата и области деятельности. Предприятие образовано в 2007 году. Начинали мы с изготовления механизмов подачи топлива для твердотопливных котлов промышленных. И резидентами технопарка мы стали в 2013 году. Для этого мы разработали несколько устройств, запатентовали их и с этими документами стали резиденты. Мы думаем, что в технопарке будут работать предприятия, с которыми мы, возможно, в кооперацию войдем. И уже есть такие, в общем-то, те, кто работает по переработке мусора, у нас есть общие интересы. И в технопарке нам понравилось все сразу. Четыре из восьми этажей здания имеют выход на производственные площадки, которые, к слову, относятся ко второму этапу масштабной реконструкции. Ремонт просторных помещений – это ни много ни мало около 13 тысяч квадратных метров – запланирован на 2016-2017 годы. После модернизации здесь сможет с комфортом разместиться не одно производство. Второй этап – это производственные площади. 2016-2017 год их реконструкция. И под производственные виды деятельности предлагать тем же резидентам, если инновационная составляющая у них есть, либо инкубируемым молодым новым предприятиям. Бреский научно-технологический парк в начале своего пути. Но руководство закрытого акционерного общества уверено, что созданные комфортные условия привлекут еще не одного активного представителя бизнеса. И речь идет не только о современных площадках для размещения, но и об особых условиях работы для резидентов. Предприятие попадает в такой непривычный немножко в начале для себя мир, где вращается много информации, каких-то возможностей много новых появляется. Мы обязательно помогаем своим резидентам своими ресурсами. Мы говорим, что мы технопарк, и к нам уже относятся по-другому, к резидентам технопарка относятся по-другому. Мы разрешаем использовать свой логотип, представляем всегда резидентов своих. То есть это выгодно не только в плане получения каких-то налоговых льгот. Кроме предприятий, производящих инновационный продукт, технопарк готов к сотрудничеству и с начинающими, которые пока не имеют собственных разработок. Для них создан специальный инкубатор малого бизнеса. Также специалисты организации оказывают целый спектр услуг в различных сферах – от бухгалтерии до типографии. Идея технопарков не нова, мировая практика уже доказала ее эффективность. Убедиться в этом на собственном опыте и предлагают бизнес-сообщество Брещины, руководство организации. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. О мастерах на все руки пойдет речь и в следующем материале. Именно так можно назвать сегодня хаусмастера – работника, который в одном лице выполняет работу электрика, слесаря, сантехника, маляра и плотника. Практика внедрения специалистов по комплексному обслуживанию и эксплуатации многоквартирных жилых домов ведется уже с 2014 года. Сначала эксперимент был поставлен в Минске и после его успеха применен во всех жестах страны. Город над Бугом не стал исключением. Сколько сегодня хаусмастеров обслуживают жилой фонд областного центра и о первых результатах такой практики смотрите в сюжете Виктории Драгобецкой. Эту фразу хаусмастер 10-го жеста Николай Дмитрук в течение дня произносит около четырех раз. Примерно столько вызовов приходится на его смену. Починить кран, проводку или, к примеру, провести профосмотр батареи. И это далеко не полный список работ, которые выполняет мастер. В конкретном случае Николая вызвали починить протекающий кран. Пока не успел почувствовать трудности, признается специалист широкого профиля, который еще полгода назад имел только одну специальность – слесарь-сантехник. Шесть домов в моем подчинении, 572 квартиры. Ну а тут, судя по заявкам, может быть, две заявки, четыре в день, как люди вызывают. Но помимо того, мы еще обслуживаем, проверяем кровли, фасады, балконы и инженерные сети. Раньше работал сантехником, а сейчас очень много должностей. Но мы стараемся, стараемся за всем успевать, за всем следить. Сегодня в Брестском областном центре повышения квалификации работников ЖКХ выучился на хаус-мастера 101 специалист. На очереди еще 26 человек. Все выпускники имеют самый высший пятый разряд, что повышает уровень и качество обслуживания клиентов. Это важное условие, учитывая внушительный список обязанностей универсального работника. В среднем на одного хаус-мастера приходится 500 квартир. Периодические осмотры зданий и сооружений, оборудования, находящегося в зданиях, за пределами зданий. Также выполнение работ по текущему ремонту, также по техническому обслуживанию оборудования, это и сантехнического, и электрического, и выполнение всех видов строительных работ. Замена узкопрофильных специалистов на работников широкого профиля повысила качество содержания и обслуживания жилфонда, а также позволила оптимизировать численность персонала и снизить производственные издержки. К такому выводу пришли в городском ЖРЭУ. Если жильцу надо выполнить какой-то определенный вид работ, допустим, не работает что-то по электрической части, и там сантехническое, ему не надо вызывать два человека, а один делает всю работу. Те, которые у нас еще остаются работники, мы их никуда не увольняем, ничего. Просто будем где-то переводить на другие работы и делать оптимизацию. По плану в этом году комплектность специалистов категории «Хаус-мастер» составит 100%. Ожидается, что в каждом из 13 городских ЖЭСов будет трудиться по 6-8 таких универсальных солдат. Рассчитать оптимальную численность «Хаус-мастеров» и нагрузку для них поможет Институт Белжилпроект, с которым заключен договор на разработку и передачу технологических карт по техническому обслуживанию зданий в Бресте. Виктория Драгобецкая, Киеллиповик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. О том, что такое приватизация и почему так важно пройти эту процедуру как можно раньше, мы слышим уже не один год. Многие воспользовались этой возможностью больше 10 лет назад и сегодня даже не задумываются о том, как будут собирать необходимые документы и оплачивать немалую по сегодняшним временам стоимость квартир. Кто-то засуетился позже, уже в 2000-х, когда в обществе появился слух о том, что в скором времени все неприватизированное жилье станет коммерческим. Точку в этом непростом процессе поставил указ президента номер 563 о некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений, который определил срок окончания приватизации 1 июля 2016 года. О том, какое количество квадратных метров уже перешло в собственность брещан, а также кто имеет право на льготы и помощь в реализации этой процедуры, расскажет Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Приватизация жилищного фонда в Республике Беларусь началась сразу после распада Советского Союза. Начиная с 90-х наблюдались и всплески, и спады активности граждан, которые, в свою очередь, чаще всего были обусловлены принятием правительством новых нормативных актов. Таким образом, более 60% жилых помещений были выкуплены еще до 1999 года, когда приватизация основной массы жилых помещений производилась в ценах 1991 года. Если приватизируешь, раньше образовали приватизацию, теперь нужно приватизировать, потому что это считается частной собственность, а так платить государству еще. Получается выгодно, потому что остается еще детям наследство, поэтому приватизировали. Своя собственность, как говорится, кооперативная, ну, чтобы не было никаких там нюансов. Приватизировали, чтобы спокойно быть. В самом начале, когда это было только-только, когда были чеки, купоны, эти всякие там, сертификаты, вот это было очень давно, даже не помню в каком году. Родители мои сталкивались, приватизировали дом. Вот я в этом доме живу, ну, уже 25 лет, где-то 30 приватизировал. Выгодно было тогда это дело делать, были как эти чеки. А что откладывают долгий ящик? Раз-два и готово. В этом году в рамках указа президента номер 563 о некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений процесс выходит на финальную стадию. Сегодня такого ажиотажа, как 3, 4, 5 лет назад, уже не наблюдается. И за дверями отделов не выстраиваются многочасовые очереди. Однако регистрация документов продолжается. Практически каждый месяц на учет ставятся до сотни заявлений. Как итог, из более чем 50 тысяч подлежащих приватизации квартир в областном центре без официальных хозяев остается только около 5%. По информации на 1 января 2016 года у нас в городе Бресте около 3 тысяч неприватизированных квартир, которые подлежат приватизации. Мы ведем и прием граждан. Фактически весь коллектив нашего отдела занят и задействован в приеме граждан. Кстати, из этих нескольких тысяч отдельная часть просто не может быть приватизирована. В частности, это связано с незаконной перепланировкой. Даже если человек говорит, что не менял ничего в квартире, специалист БТИ без труда обнаружит любые вмешательства. Конечно, определенные изменения можно оформить в соответствующей службе исполкома официально. Однако не всегда то, что человек перестроил, может быть узаконено. Но и это не единственная причина, которая может послужить поводом для отказа. Изменение количественного состава семьи, отсутствие в поданных документах всех прописанных на территории этой жилплощади, имеющих равные права на собственность. Все это может существенно затормозить процедуру приватизации и привести к не совсем приятным итогам. Согласно статье 29 ЖК, человек, проживающий в неприватизированном государственном помещении, является всего лишь его нанимателем и, помимо ежемесячной квартплаты, обязан платить государству за пользование жильем. Помимо этого, его квадратные метры будут переведены в фонд арендного жилья. А потому, если желание приватизировать свое жилье у вас все же есть, сотрудники регистрирующих органов советуют не затягивать с подачей документов. В перечень необходимых входят паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке и разводе всех граждан, которые живут в приватизируемом жилом помещении, ордер на квартиру, справка о том, что данное жилье не было приватизировано раньше, при перепланировке документы из БТИ. Приняв заявление, специалисты предоставят вам помощь в просчете денежной суммы, размер которой зависит от некоторых характеристик, от графика проведения капитальных ремонтов, от года строительства, от степени пригодности для проживания. К слову, здесь отдельные категории граждан имеют свои льготы. Есть ряд льгот, предусмотренных при приватизации жилых помещений. Это чернобыльцы, 18-19 статья, это пострадавшие и участвующие в ликвидации последствия одной Чернобыльской атомной электростанции. Люди, имеющие удостоверение участников инвалидов Великой Отечественной войны, либо приравненные к ним узники. Срок окончания процедуры приватизации 1 июля 2016 года. Это значит, что до 30 июня все правильно оформленные документы будут приниматься согласно списку регистрации и очереди. Оплата стоимости приватизируемого жилого помещения может производиться полностью или частями. Причем, во втором случае, выплаты могут производиться в течение 40 лет. Главное условие – первый взнос должен составлять не менее 10% от остаточной стоимости приватизируемого жилого помещения. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях. Провести субботний день с пользой. Именно такая задача ставится Министерством образования перед педагогами средних общеобразовательных учебных заведений страны на шестой школьный день. Разного рода концерты и программы, посещение музеев и экспозиций, организация клубов и кружков по интересам. Все это призвано сделать субботу не просто интересной, но и полезной. Для Брестской гимназии номер 3 эта задача – организация творческой и разноплановой субботы оказалась в каком-то смысле более простой, чем для других учебных заведений областного центра. Раньше учреждение имело в своей структуре музыкально-творческий профиль, а сегодня этот сегмент восполняется в шестой школьный день. О том, как педагоги строят учебный процесс, а также почему ребята, несмотря на выходной день, с удовольствием приходят на занятия. Ответы на эти и другие вопросы в сюжете Анастасии Наздрин-Плотницкой. Переступив порог гимназии субботним утром, наша съемочная группа была приятно удивлена. Такое ощущение, что это как минимум четверг, но никак не выходной день. В кабинетах слышны голоса, идут занятия. С удовольствием здесь постигают самые разные науки, как совсем юные школьники, так и старшеклассники. Для микрорайона Речицы гимназия номер 3 – это отличное подспорье в плане развития детского творчества. Поблизости каких-то профильных дополнительных учреждений нет, а возить ребенка в центр на занятия, к сожалению, не всегда есть возможность. Спортивные секции разного рода кружки, исполнительское вокальное хоровое мастерство – все эти противоположные направления совмещают одно учебное заведение, тем самым давая своим учащимся возможность развиваться разнопланово и гармонично. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Посещает шестой школьный день в любимой третьей гимназии практически 100% от общего количества учащихся. Кто-то из ребят выбирает для себя какие-то отдельные профили, кто-то справляется со всей предлагаемой программой, приходя в учебное заведение рано утром и уходя только ближе к вечеру. Даже выпускники стараются не упускать такую прекрасную возможность, как занятие спортом. И несмотря на занятость, собираются субботним утром в зале, чтобы поиграть в волейбол. Спорт для нас – это интересы наши, нам нравится заниматься волейболом, участвуем в соревнованиях, играх. Мы приходим, и у нас есть команда, с которой мы хорошо и ладим, и общаемся, и дружим. И нам приятно играть в такой компании, и у нас хорошие тренера. Отдельным блоком в плане воспитательной работы отведена графа по патриотическому и культурному воспитанию молодежи в духе белорусских традиций. Уже порядка 25 лет в гимназии работает студия соломоплетения. Обучаются старинной белорусской технике ребята из разных классов. Их творческие решения были представлены на вернисажах города и области. А также они украшают собственную большую мастерскую. Когда-то меня пригласили, и с тех пор все время занимаемся соломоплетением. Дети очень любят это. И я считаю, что надо развивать это народное творчество. Потому что, вот посмотрите, сколько детей приходит. У них развивается... Что девочки развиваются? Матурка. Матурка. Заинтересовать, завлечь, научить работать над собой и своими способностями. Именно такие задачи ставят перед собой педагоги третьей гимназии, проводя субботний день вместе с любимыми учениками. Важно научить ребят быть творческими и неординарными, уверены учителя. Это им бесспорно пригодится в будущей взрослой жизни. Нашим ребятам такая гимназия просто необходима. И то, что они развиваются всесторонне в нашем учреждении образования, имеют возможность развить свои творческие способности, это, конечно, очень хорошо. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Бугенфорум». Продолжаем говорить об актуальном, важном и интересном. Детская музыкальная школа номер один – центр культурной жизни города Бреста. Учреждение образования зарекомендовало себя как одно из лучших в Беларуси. Многие из его выпускников стали известными музыкантами, сегодня прославляющими наш край в разных уголках мира. Большую роль в деле музыкального воспитания учащихся, конечно же, играют высококвалифицированные педагоги, неоспорима роль директора. Как раз о главном руководителе, человеке, сумевшем, что называется, повести за собой большой преподавательский состав, а также юные дарования, пойдет речь в нашем следующем сюжете. Более двух десятилетий учебное заведение возглавляет Александр Солоненко, энтузиаст, активный деятель, музыкант, посвятивший свою жизнь искусству, не так давно получил почетное звание заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь. Высокая награда говорит о многом. Чтобы поближе познакомиться с творческой личностью, наша съемочная группа отправилась в гости к Александру Солоненко. Подробности в материале Софии Бережной. Музыкальная школа давно стала вторым домом для Александра Солоненко. За 25 лет работы в должности директора, вспоминает мужчина, многое здесь поменялось. Однако о своем огромном вкладе в ее развитие и преображение скромный наставник предпочитает не оговорить. Несложно догадаться, что особенная атмосфера, царящая здесь, результат трудотворческого человека и талантливого руководителя. Примечательно, что ныне директор детской музыкальной школы, выпускник этого учебного заведения. Когда-то он постигал нотную грамоту, приобретал навыки игры на волторне. Сегодня он руководит большим преподавательским составом, без малого 60 педагогов. Несет ответственность более чем за пять сотен учащихся. Работа непростая, однако, признается Александр Солоненко, результат стоит вложений. Мы воспитываем и подготовили уже огромную армию молодых людей, которые и продолжают свое музыкальное образование, и просто стали хорошими людьми, потому что занятие музыкой, оно, безусловно, дает только позитив. Не только приобщает детей к музыкальному образованию, но и прививает работоспособность и те качества, которые, безусловно, помогут любому человеку в любой профессии. Музыка – огромный труд, убежден Александр Солоненко. Задача учебного заведения – дать ребенку достойный багаж знаний. И несмотря на сложности, возникающие в процессе обучения, постоянно поддерживать интерес школьника к искусству, желание идти вперед, такой подход к делу позволил взрастить в стенах школы немало настоящих талантов. Из стен учебного заведения вышло огромное количество ярких индивидуальностей, завоевавших известность как в Беларуси, так и за рубежом. Такой итог педагогической деятельности, по словам Александра Солоненко, вдохновляет на работу. Однако, помимо основного дела руководства, он уже много лет музицирует в городском симфоническом оркестре. Музыкант и есть музыкант. В профессионализме этого человека и огромной любви к искусству сомневаться не приходится. За плодотворную работу, за весомый вклад в культурное развитие страны, директору детской музыкальной школы номер один в конце прошлого года было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь». Сказать так, чтобы это очень ожидалось, не могу, но, безусловно, любая награда, она приятна. И хочется сказать, что это не только моя награда, это награда всего коллектива, и педагогического, и ученического, потому что мы все вместе создаем то, что называется детским музыкальным воспитанием. Работаю в музыкальной школе уже более 40 лет. С Александром Евгеньевичем вместе на протяжении 25 лет. За это время Александр Евгеньевич создал у нас очень хороший коллектив, дружный. Сам Александр Евгеньевич, как руководитель, очень принципиальный, очень требовательный и требует очень высоких профессиональных результатов. В то же время он очень чуткий, общительный и с очень большим пониманием относится к людям. Брестская музыкальная школа номер один сегодня – одна из лучших в нашей стране. Многие из ее учеников – стипендиаты специального фонда президента Республики Беларусь. И это, несомненно, большая заслуга руководителя Александра Евгеньевича Солонинка. Зацикливаться на достижениях не в правилах опытного наставника. Впереди новые успехи, тем более стимул есть. Вдохновение дают дети, потому что когда на тебя смотрят добрые, искренние глаза детские, то это, безусловно, вдохновляет и заставляет совсем по-другому посмотреть на мир, на свою профессию и отдать этим детям все, что ты можешь. Поэтому я рад, что государство дает возможность учить детей, как бы сложно ни было. Сложности, безусловно, есть, но, тем не менее, мы учим и делаем это достойно. София Бережная, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска. Музейный сезон открыт. В Бресте торжественно прошло первое мероприятие в рамках проекта «Модный четверг». Праздничные встречи этого сезона будут существенно отличаться от тех, что прошли в году 2015. Теперь почетными гостями учреждения станут не отдельные творческие личности областного центра, а целые сообщества и структуры. Первый «Модный четверг» с успехом открыли военнослужащие 38-й отдельной краснознаменной мобильной бригады. Их программа была приурочена к 23 февраля. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Первое в году культурная акция в буквальном смысле всколыхнула город. Такого размаха праздника никто не ожидал. Прямо у входа в музей военнослужащие 38-й отдельной мобильной бригады расположили два представителя своей механической бригады. То, что сегодня находится на вооружении части – современный БТР и МАЗ. Однако это, как оказалось, было только начало. Будут показывать, что такое УЗК, что такое химическая защита, как правильно действовать при команде «Химическая тревога», как правильно одевать чулки УЗК «Противогаз». Это будет интересно, я считаю, населению посмотреть. В фойе учреждения посетителей ожидала выставка вооружения. Она пришлась по душе не только детям, но и взрослым, которые с особым вниманием разглядывали винтовки и автоматы. Брали в руки, представляя себя настоящими воинами одного из элитных подразделений войск страны. Продолжилось действие уже в зале, где организаторы подготовили большое количество конкурсов. Выставка современного оружия. Интересные посетители ждут мастер-классы по сборке оружия. Те, кто служил, имеют возможность вспомнить, как они собрали автомат, уложатся ли они в тот норматив, который существует. И все это сегодня в музее. Количество желающих оказалось таким большим, что сотрудники музея едва успевали доставлять стулья и банкетки. Брещане с удовольствием примеряли на себя форму и амуницию, собирали на скорость знаменитый автомат Калашникова, разгадывали загадки и составляли режим дня современного военнослужащего. Организаторы модного четверга пообещали, что следующая встреча будет не менее яркой и интересной, а состоится она в преддверии Международного женского дня. Вы смотрели итоговую программу Бугинформ, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Бугинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте БугТВ.BY. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании. БугТВ.BY. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. 21 февраля погодные условия в Бресте будут формировать атмосферные фронты с Центральной Европы. Ожидается облачно, с прояснениями и дождливо. Местами слабый гололед, на дорогах гололедится. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0, плюс 2, максимальная днем до плюс 5. 22 февраля территория Беларуси будет находиться под влиянием фронтальных разделов и теплых воздушных атлантических масс, перемещающихся с Западной Европы. На Брещене ожидается облачно с прояснениями, временами осадки, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, западный порывистый. Днем порывы будут весьма ощутимы. Атмосферный фон суток будет колебаться в пределах 3-9 градусов со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова